Иконы плачут и в других монастырях, но чтобы в таком количестве. 59 образов – это почти треть от всех икон в храме в честь святителя Николая Чудотворца. О чудесном явлении мироточения в Чуркинском монастыре заговорили еще в 2014-м. Первые слезы на иконе святых царственных мучеников здесь заметили 22 июня, в день начала Великой Отечественной войны. На покровах было уже 18, к Великому посту число плачущих образов выросло до 43. 26 ноября 2015, в день святителя Иоанна Златоуста, меры заметили на иконе трех святителей. Она стала 59-й по счету. Трех святителей, они вообще-то были очень сильные, такие вот духовные пастыри. И они, конечно, в первую очередь помогают, думаю, что от нечистой силы и плюс от заболеваний душевных и телесных. Мера остается на стеклах окладов или стекает сверху вниз. Слезы икон собирают ватой, ею обкладывают каждый лик. Монахи-обители замечают, капли ароматного масла появлялись, как правило, в дни праздников, посвященных иконе. Каждая из них источает свой неповторимый аромат. Есть терпкий, есть древесный запах с нотками кориандра или роз. Искусственно составить такую парфюмерную композицию практически невозможно. Различия монахи-обители объясняют просто. У каждого святого есть свое место, ну то есть чин, чин в начале еврархии. Ну, святитель, это святительское место, там преподобные, преподобные, мученики, мученики. И вот в зависимости от того, каком месту, там запах, святительский запах, там по-другому, преподобнический другой, мученический совсем другой. Иконы плачут и утром, и вечером, и днем, до и после утренней молитвы. Слезы появляются на образах, написанных на дереве, пластике и железе. Мира дает успокоение душе. В Пчуркинском монастыре уже зафиксированы случаи исцеления от алкоголизма и онкологии. Связывать явления мироточения с событиями в стране и мире монахи не спешат. Любое чудо Божье, это в первую очередь предупреждение людям. То есть Господь являет чудо там, где своего рода ослабевает вера. И первое. И Господь, конечно, призывает людей к покаянию, чтобы люди задумались о своей жизни, как они ее проводят и кому они вообще-то служат. Слава о Чуркинском монастыре и мироточащих иконах уже разлетелась по всей стране. За год число паломников здесь выросло в десятки раз. За это время преобразилась и сама обитель. Заканчивается строительство гостиничного комплекса. Монахи надеются, что с Божьей милостью начнется и возведение храма Успения Божьей Матери, того, что был здесь до революции. Чуркинская пустынь похожа на пороги своего третьего возрождения. Со временем это место может стать столь же значимым для верующих, как Саров или Дивеева. Элина Урулем, Роман Черкашин, Центр новостей.